Магнит способен экономить воду и свет. Казалось бы, какая между этим связь? Но хитрые москвичи в преддверии подорожания цен на коммунальные услуги эту связь уловили и запаслись новинкой. Чудо-магнит устанавливают на счётчик, и он максимально тормозит работу прибора. А на самом ли деле это изобретение настолько эффективным? Корреспондент комсомолки Александр Бойко провёл собственное расследование. И вот этот магнит, мы кладём его на счётчик, и счётчик постепенно устанавливается. Хозяин этой квартиры сможет сэкономить, а бы скорее украсть у государства, где-то половину коммунальных платежей. Причём такое мошенничество приняло характер эпидемии. Вместе с неодимовым магнитом продавцы, ссылок на которых в интернете достаточно, предлагают приобрести и нужные счётчики. Стоимость покупки примерно 2000 рублей. Производители утверждают, что этим магнитом можно замедлить работу совершенно любого счётчика. Попытки остановить водяной счётчик для нас оказались провальными. Поскольку, видимо, новые счётчики имеют контур, который позволяет магнитное поле ослабить этого магнита. Вот мы пытаемся, допустим, подносим магнит к счётчику, он как бы реагирует, но чуть, может, замедляется. Но, тем не менее, остановить его или снизить скорость вращения крыльчатки не получается. Кстати, чтобы оторвать такой магнит от поверхности, необходимо применить богатырскую силу более чем в 100 килограммов. Представитель одного из рязанских заводов подтверждает слова продавца. Этот формованный кусок из смеси неодима, железа и бора остановит любой механический счётчик. Примерно 10% горожан используют магниты в быту. Охотой на любителей халявы должны заниматься коммунальщики, но все квартиры столицы не обойти. А убытки покрываются за счёт других горожан. Причём наказать и хитрых москвичей, и продавцов практически невозможно. Продажа магнитов сама по себе не запрещена.